Всем привет! Я Марина, живу в Турции. И в этом видео я хочу поговорить с вами, почему турки женятся на русских женщинах. И сразу же хочу сказать, что женятся они не только на русских. Данные статистики за 2020 год говорят, что браки с иностранками составляют всего 4% от общего числа браков. И в основном иностранных невест турецкие мужчины выбирают из Сирии 14%, из Азербайджана 10%, из Германии 9%, из России и Украины всего 6,5% соответственно. В общем, они женятся на славянках. Кроме русских и украинок, это белорусские, молдаванки, встречаются польки, чешки, сербки. А также очень много жен у турецких мужчин из стран ближайших Азербайджанцев. Это узбечки, таджички, азербайджанки, армянки, казашки, татарки. Турки любят всех женщин. Одинаково приятно. И как показывают цифры, совсем небольшой процент женится на иностранках. Раньше, когда я еще не была знакома с Турцией, с ее культурой, с турецким менталитетом, с турецкими женщинами, я искренне думала, что славянки во всем превосходят турчанок. Что мы ухоженнее, что мы следим за собой, что мы красиво одеваемся, что мы там прическа, макияж, косметика у нас все это лучшее. А турчанки страшные, с большими носами, неопрятные, и большинство из них какие-то толстые. Я так думала, когда отдыхала в турецких отелях. И курортные мачо забрасывали комплиментами все женское население отелей. Но, как оказалось, это нереальная и ненормальная жизнь Турции. Турецкие мужчины в повседневной некурортной жизни ведут себя совершенно по-другому. Они лишний раз и посмотреть боятся в сторону женщин. Живя здесь, я поняла, что турецкие женщины нисколько не хуже русских, а даже, может быть, где-то и лучше. Они красивы, они умные. Они прекрасные хозяйки и чистюли. В их домах все блестит, от кастрюль до окон. Они приветливые, улыбчивые, веселые. Могут поддержать любой разговор. Они любящие и заботливые матери. Не скажу, что все, но основная масса современных светских женщин отлично следит за собой. Они делают креативные прически, маникюр, депиляцию. Особо продвинутые даже делают ринопластику. Турчанки любят спор в разумных пределах. Одно из главных их качеств, что они очень уверены в себе. И не важно, деревенская это девушка или столичная дама. А также все они знают себе цену. Они в детстве воспитывались как принцессы. Каждую девочку в семье боготворят. Делают для нее все, чтобы она ни в чем не нуждалась, чтобы чувствовала себя счастливой. Турчанки привыкли к тому, что выполняется почти любая их прихоть, любой каприз. Такое же отношение к себе они ждут во взрослой жизни от мужчин, чтобы выполнялись любые их просьбы и желания. Мужчинам нужно приложить немало усилий, чтобы завоевать внимание турецкой женщины. Выходить замуж просто так, по какой-то там большой любви, здесь не принято. Турчанки выбирают, и очень придирчиво выбирают, чтобы жених был состоятельным, чтобы у него было все, квартира, машина, чтобы у него была хорошая достойная работа, хорошее образование, достойная зарплата. На все это обращается внимание. Есть мнение, что турецкие женщины относятся к мужчинам потребительски, без души. И это одна из причин, почему некоторые турки выбирают русских славянских женщин. Я слышала и читала такую точку зрения, что турки, которые женятся на русских, они не хотят слишком много тратиться, потому что, когда ты женишься на турчанке, ты должен заплатить за нее колым, предоставить три ключа от квартиры, от машин, от офиса и закатить шикарную свадебную церемонию. А что, типа, если выбирают русскую, то она может быть и без претензий. И не надо на нее так много тратиться, не нужно покупать ей золото. Но это не совсем так. Если турок выбирает себе жены иностранку, то на нее тоже придется потратиться. Во-первых, оформление всех этих документов, нотариально заверенные переводы, опостили, пошлины, сборы, чтобы оформить вид на жительство. Ни века невестам приходится летать за недостающими документами на родину. И это все недешево. Потом жена не может первые три года проработать нигде официально. То есть у нее 100% не будет никакого дохода. И мужчина, понимая это, принимает на себя обязательства по ее обеспечению. И это не только текущие насущные нужды, это и поездки домой, и путешествия по Турции. Потому что иностранкам, в отличие от турчанок, интересно посмотреть страну. Это я все к тому, что... Мужчине тоже нужно потратиться, чтобы содержать русскую жену. Некоторым турецким мужчинам, которые, так сказать, познали вкус свободы, например, пожили и поработали, или поучились за границей, трудно ужиться с местными традициями, обычаями и правилами, когда за турецкой невестой стоит вся ее семья. И, например, мама невесты регулярно навещает молодых и проверяет, есть ли достаток в доме, полон ли холодильник и какое золотое украшение подарил муж на праздник жене. Отсутствие назойливой турецкой родни это тоже одна из причин выбора иностранной невесты. Про себя скажу, что я никогда не планировала выходить замуж за турка. Более того, после восьмого раза отдыха в Турции я твердо решила, что сюда больше не ногой. Но жизнь распорядилась так, что я вышла замуж как раз за турка и живу сейчас в Турции. Не раз натыкалась в интернете на статьи, что выходить замуж за турка последнее дело это то, что в России типа не берут, а турок это последний шанс, так сказать. Я не люблю крайности, не говорю за всех, у каждой семьи, у каждой любовной истории свои причины. И все мужчины, хоть русские, хоть турецкие, хоть какие-то еще, это прежде всего мужчины. Но для меня это отчасти правда, что называется последняя попытка выйти замуж. В 50 лет, в трудный период жизни вдруг появился мужчина, который хотел заботиться обо мне. И это реально подкупило. Когда люди создают семьи в зрелом возрасте, это уже больше не про любовь и секс, а про дружбу, уважение и взаимные интересы. Мне нужно было сильное мужское плечо, а ему... Я, конечно, спрашивала у мужа, почему он решил жениться на славянке, на русской. На что получила ответ, что он не любит капризных женщин. А турчанки, как я уже сказала, очень капризны. После чего я даже расстроилась. Что же это я? Такая не капризная? Но, увы, это правда. Годы жизни в советское время, а потом тяжелое замужество в годы перестройки в лихие 90-е выбили из меня все капризы. Не подумайте, что я без претензий к мужчинам. У меня, конечно, есть определенные требования, но до планки турчанок, видимо, далеко. Так вот, первая причина жениться на русской – это отсутствие капризов. И вторая причина – потому что ему очень нравится Россия. В свое время он бывал по работе в России, и с тех пор ему прямо запало в душу, и он мечтает почаще ездить в Россию, попутешествовать. Он учит русский язык. Когда мы познакомились, он уже неплохо говорил, сейчас он говорит еще лучше. В общем, человек, который любит Россию, любит русскую культуру, ну и, соответственно, в зрелом возрасте выбрал себе в жены русскую женщину. А к чему я все это рассказывала? К тому, что нет какой-то особой причины, почему турки выбирают славянок или иностранок. Дело не в том, что женщины другой нации красивее или чем-то превосходит турчанок. В любой нации есть красивые женщины, а некрасивых женщин не бывает, как известно. По большому счету, со времен османских гаремов у турецких мужчин укоренилась такая национальная забава – жениться на иноземках. Только раньше это могли позволить себе султаны, а сейчас может каждый. Для любого мужчины жениться на иностранке – это всегда какой-то драйв, какой-то интерес, другая культура, другие обычаи, привычки, что очень привлекает турок. Это для них экзотика. Собственно, как и для меня, сейчас жизнь в другой стране и другой среде – это и своего рода испытания и в то же время интересные приключения. Как относятся к иностранным соперницам турчанки? Они воспринимают это совершенно нормально. Никогда не замечала ревности или неприязни с их стороны. Все они знают себе цену, знают, что они достойны, востребованы и вне какой-либо конкуренции. Они красотки, принцессы и не боятся засидеться в девках. Лучшие женихи все равно достанутся и все женщины на свете хороши, все прекрасны. Здесь я немножечко пояснила вам, почему так происходит, что турки женятся на славянках, на иностранках. Всем я вам желаю любви, хорошего настроения. Увидимся, до новых встреч. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok